Приветствую вас дорогие друзья! Вы смотрите обзоры матчей очередного турнира по моде Udyne, который называется Wings of Middle Earth. Броды Изенгарда, вот карта на которой сражались Original и Tuxin. Original как обычно играет за Рохан, в свою очередь Tuxin выбрал Мордор. Что это? Это Быстрая Казарма, окей, Tuxin будет штамбовать, значит мясо. Он выбирает сквернить землю, получит плюс 50% брони, когда начнется заварушка. И в свою очередь я могу предположить, что будет выбирать он скилл, о господи, как вроде призывать орду или как он называется. Я уже запамятовал скилл, который позволит ему очень быстро строить войска орков. В это время расстраивает Original свою экономику. Как обычно фермы, самый удачный билд, который позволяет пушить крестьянами в начале боя. Ну и конечно же для этого нужно выбрать призыв на службу, призыв в армию и так далее. Окей, заказывает первые свои мечники Мордора, сразу 5 отрядов, будет их очень много. Немного странный выбор, по крайней мере для меня, строить токсин лесопилку. Конечно же она работает чуть лучше, чем за бойни. Но блин, на 150 копеек дороже в начале матча я считаю, что это плохая идея. Смотрите, по крайней мере в данной ситуации забойня приносит деньги быстрее, чем рабочие тащат свои бревна в лесопилку. Такие дела. В общем, теряет 150 копеек в начале боя. По крайней мере это лишь мое мнение. Конечно же лесопилка окупится с лихвой на более поздней стадии игры. Но сейчас не помешало бы построить что-то другое. Первые два отряда крестьян уже с топорами, да? Да, с топориками роханскими бегут исследовать территорию Мордора. Очень удачно сейчас построил свои забойни токсин. Таким образом, что в любом случае, как бы не напал сейчас оригинал, его крестьяне будут под обстрелом крепости. Так как, я думаю, вы сами понимаете, что с помощью мечников Мордора предотвратить уничтожение здания крестьянами в данной ситуации невозможно. Что-то слишком далеко отводит своих крестьян оригинал, теряет немножко времени. Но с другой стороны, всем внимание токсина сейчас на вот этом отряде исследует территорию прям вглубь базы. Забирается сейчас оригинал. И если ему повезет достаточно, то он сейчас обнаружит эту лесопилку, которая, конечно же, находится вне радиуса поражения крепости и заберет ее. Нет, не заберет. Не обнаружил. Не обнаружил. Возвращается. Теперь уже плохо. Возможно, два отряда мечников и плюс крепость смогут все-таки вынести этот отряд крестьян до того, как он успеет уничтожить эту забойню. Ну, сейчас увидим. С другой стороны пробирается вглубь базы второй отряд крестьян, который сейчас как раз-таки под обстрелом башни. Но не вынесут они скотобойню. Есть рабочий, есть срочный ремонт. Все окей. Сразу же отменяет, разрушает свою лесопилку токсин. Правильно. Не нужно отдавать очки заклинания своему врагу. Да и к тому же хотя бы 173 копейки. Хоть что-то возвращается за то, что он потратил свои ресурсы на эту лесопилку. Да. Нужно мне съесть шоколада немножко. Мозги не работают. Окей. Смотрим дальше. Продолжается пуш со стороны Рохана. Очень хорошо. Плюс 4 отряда. Отвлекает. Вот сейчас, мне кажется, да, правильно делает. Нужно уводить все эти войска подальше. Я бы, наверное, увел вообще где-то сюда. Но, наверное, раскусил его токсин в данный момент. А может быть, просто увидел. Кстати, надо посмотреть. Да, есть обзор чуть дальше. Обзор, чем я смотрел только что у Рохана, как видите. Поэтому замечает подляну сейчас токсин и уводит свои войска на передний фланг. Получает возможность с легкостью завалить этот отряд крестьян. Не успеет они достичь ничего полезного. Поэтому оригинал их забирает, наверное, понимая всю ситуацию. Заводит снова в тыл недобитый отряд крестьян и будет пытаться завалить, наверное, скотобойню. Да, будет пытаться. Если же сейчас токсин не перенаправит свою крепость на вот этот вот маленький отряд, то они уничтожат забойню в свою очередь. Но я немножко ошибся. Здесь есть рабочий. Возможно, сейчас токсин среагирует и начнет ее восстанавливать прямо на ходу. С другой стороны была уничтожена забойня на левом фланге. И очень тяжелый удар по экономике и ситуации в целом для токсина. Была уничтожена казарма. К сожалению, казарма, которая называется Яма Орков, очень слабая на первом уровне. Лишь 1000 здоровья и практически никакой брони. Поэтому крестьяне с легкостью могут ее уничтожить. Рохан сейчас наверняка ликует. Забывает токсин ремонтировать здание. Так и стоит без дела рабочий. И только сейчас он направляет, как я понимаю, на ремонт. Направляет, но очень мало здоровья остается у забойни. И вскоре, то есть сейчас, она будет уничтожена. Большая ошибка со стороны токсина. Теряет он забойню. И остается сейчас жить на двух казармах. Одной забойни и еще одна будет построена вскоре. Нет денег совсем. По сути, лидирует сейчас Рохан на голову. И если будет продолжать такие вот атаки, то даже не уничтожая крепость, можно победить в этом бою. Так как у Мордора просто не будет никаких шансов, никаких ресурсов, средств к существованию. Вот так вот. Первый герой появляется на стороне Мордора. Назгул. И с помощью этого героя уже можно будет отбиваться от войска Рохана. Если кроме крестьян он не начнет делать что-то новое. А Рохан же в свою очередь построил отряд лучников. Посмотрим. Три очка силы заклинаний. Или как там просто три очка заклинаний получает Рохан за все свои попытки пуша. Пытается окопаться сейчас в центре Мордор. Но мне кажется, Рохан может с легкостью игнорировать все эти войска. И просто обходить их с флангов, пытаясь дальше выносить здание Мордора. Немножко плохая ситуация сейчас для этих крестьян. Так они находятся под дебафом Назгула. И наверняка не смогут вовремя уничтожить казарму. Как видите, крепость тоже неплохо им раздает пиздюлин. И наверняка... Хотя, хотя нет. Все-таки еще довольно много крестьян остается. Назгул переключается на других, которые не атакуют казарму. И да, теперь уже можно сказать, что казарма будет уничтожена. И еще одна последняя казарма Яма Орков. Наверняка тоже будет уничтожена, если Ориджинал сейчас отдаст приказ своим крестьянам-самоубийцам. Наглеет Рохан, как видите, расстраивает свои фермы прямо на правом фланге. Берет в полукруг, если можно так сказать, территорию Мордора. Что позволит ему строить своих крестьян прямо здесь. Но он этого не делает. Давайте... А, я же смотрю на него. 1200 по сути ресурсов. Возможно, он что-то собирает. Так как немножко армия... Армия Рохана поредела. Как видите, ничего не нанимается. Значит, да. Только что все деньги потратил. Будет призван какой-то герой. Выбирает сразу баф на урон. Я его понимаю, Ориджинал я имею ввиду, так как сейчас собирать заклинания какие-то офигенные, какие-то дорогостоящие нет смысла, так как он полностью владеет ситуацией. И нужно брать все самое дешевое, чтобы просто побыстрее повыносить побольше зданий Мордора. У Мордора же сейчас ситуация очень печальная, но с другой стороны у него все-таки есть Назгул. И мне кажется, сейчас против Назгула будет построена Эовин. Это, на мой взгляд, было бы самым логичным поступком со стороны Рохана в данной ситуации. Пытается добить яму с орками. Ремонтирует лихорадочный ее рабочий, но ему это не удастся. Очень мало крестьян, но им все-таки удается это сделать. И последняя яма с орками была разрушена. Есть еще экономика, снова допускает ту же ошибку. Токсин тратит очень много денег сейчас на лесопилке, целых 700 копеек, когда можно было бы построить лучше две забойни. Да, это печально. И теперь ему нужно строить хотя бы какую-то казарму, что, в принципе, сейчас, да, и будет происходить. Довольно много орков сейчас есть на стороне Рохана. И почему-то я не вижу, собственно, Назгула, куда он убежал. Неужели я пропустил момент, когда он был убит? Странно, очень странно. Как же так? Вроде бы я наблюдал постоянно за ситуацией. Теодрят появляется. Ммм, я снова ошибся. Значит, блин, неужели просто крестьяне убили Назгула? Это что-то странное. Конечно, был баф на урон, он был заюзан, но... А нет, есть Назгула. Что такое? Какая-то мистика. Он что, невидимый? Или я слепой уже настолько? Да уж, отбивает небольшую атаку Рохана сейчас, Мордор. Довольно большая армия сейчас у него есть, как я уже упоминал, мечников Мордора. Но, к сожалению, они очень слабые и ничего конкретного не сделать сейчас войскам Рохана не могут. В свою очередь у Рохана нет, кстати, никаких войск. Но они уже нанимаются. Три, четыре... Всего лишь четыре, 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 четыре... Да, всего лишь четыре отряда крестьян. Неужели Ориджинал настолько самоуверен, что решил, будто четыре отряда крестьян помогут ему выиграть этот матч в данной ситуации? Здесь нужно что-то больше. Намного больше. Денег, кстати, не хватает. Но есть уже больной Теоден, который может дать неплохой буст одноразовый к ресурсам. Но почему-то он этого не делает. Кроме того, самый офигенный скилл, на мой взгляд, Теодена, это возможность сделать вот таких вот отступников с помощью вот этой вот фичи превратить крестьян в довольно сильных воинов, которые за небольшую плату смогут еще превратиться в кавалерию. Три ряда кавалерии. Очень классная штука. В данной ситуации, когда у Мордора нет никаких копейщиков, а просто мяса, то кавалерия была бы незаменима. Окружает сейчас базу. Мордора еще больше смыкает кольцо. Вторая вышка строится. Очень хорошо сейчас для Рохана. Этими войсками невозможно, по сути, уничтожить даже одну вышку, особенно в которой есть лучники. Кроме того, был сделан апгрейд, как видите, огненные стрелы и только что высаживал своих лучников в оригинал, значит можно предположить, что он сделал им апгрейд тоже. В принципе, эти орки не смогли бы уничтожить эту вышку, даже когда у нее нет апгрейда и у лучников, сидящих внутри, а теперь же это просто машина для убийства орков. Но, с другой стороны, Мордор и не пытается атаковать это место, а пытается, в свою очередь, уничтожить вот эту вот вышку, что ему, кстати, тоже не удастся, по крайней мере, в ближайшее время. Но, с другой стороны, неплохой урон он наносит в ферме. Не так много за... Что за... Вау. А, ну да, я помню... Я помню, что оригинал написал, что в конце у токсина выбило электричество. Хм... Ну что же, это печаль. Единственное, как можно назвать этот матч, это просто печаль. В принципе, можно предположить, что оригинал бы там победил, так как очень сильная экономика у него уже была развита, а, в свою очередь, экономика Мордора была разбита. Так что, я понимаю, почему токсин признал свое поражение. Он ведь признал, надеюсь? Будем считать, что так. Печалька. Окей. Благодарю вас за внимание. Пойду записывать следующий ролик, потому что это было слишком быстро. До встречи. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...